всем привет дорогие друзья с вами я тут и мы продолжаем играть ведьмака 3 сегодня будем мы с вами делать квест который называется избранник богов мы сейчас уже находимся в локации где нужно брать этот квест здесь я думаю что мы сейчас сюда забежим заодно забежим к цирюльнику потому что я понял что мы еще там ни разу не были ну и принципе можно кузнецу заскочить тоже узнать что да как сись давайте наверное начнем с вами с цирюльника так как-то на вот сюда вот здесь вот еще и кузнец есть эти кузнецу заскочил может быть нам какие-нибудь задания даст интересные привет кузнец как дела с чем пришел так ну-ка покажи-ка мне свои товары покажи мне свои товары так ну здесь у нас а собственно ничего нет интересно какой меч прикольный серебряный обычный дам так арбалет здесь ничего интересного я не вижу ну на нет как говорится и спроса нет ну что ж давай бывай так и заточить мы здесь можем да можем давайте заточим и здесь же наверняка можно еще и не только заточить оружие но и наверное что-то да и с броней сделать вот отлично так теперь давайте наверно заскочим мы с вами к цирюльнику где-то здесь наверно да нужно пробежаться вот сейчас узнаем что он нам скажет чем могу помочь путник не подстрижешь меня волос это дизайн волос давайте посмотрим так я хочу изменить прическу оставить конский хвост длинные распущенные волосы распущенные но не слишком длинные выбрать по бокам коротко сверху конский хвост сзади прическа эльфа мятежника ну-ка это как давайте посмотрим ой какой странный ведьмак а если бороду подстричь гладко выбрить усы бороду оставить коротко подстричь пышные спаньолка и усики аккуратные бакенбарды усы бородка под кубой ну-ка давайте-ка вот этот вариант попробуем о какой он непривычный совсем ну что ж пока смотрите у нас такой прям европейского вида получился ведьмак такой сеньор прям ну что давайте побежим по квесту у нас какой-то охотник идет она вот сюда вот надо так и вот куда-то сюда нет может быть там дверь как это есть двери здесь нет никакой давайте с другой стороны зайдем так давайте с этой стороны зайдем здесь вот дверь есть попробуем сюда пройти отлично типа я скоро закончил а потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку боги дали знать время принести жертву по моему разумению нужно было чтобы ты одолел змея ярко нет я знаю что они ждут жертвы уже пора подождем более ясного знака хотя бы до следующего сна мне больше не нужно знаков к разборке я ищу через кажется она останавливалась у тебя дочь конкрайта да она была здесь где она что через где сейчас кейс не знаю не знаю хватит вопросов ну круто какие-то у него проблемы и нам придется явно помочь ему что с ним случилось я спросил что-то лишнее и должен простить моего ярла последнее время он чувствует себя не слишком хорошо он болен на перу краха мне показалось что с ним что-то не то но прости я должен идти к нему круто как ее найти не знаю поспрашивай отлично супер так ну давайте поспрашиваем так у нас кстати куча новых статей открылась давайте наверно посмотрим глоссарий персонажа я тогда постепенно прям буду смотреть все потому что мы уже очень давно не смотрели ну а вы просто поставите на паузу прочитайте то что вам интересно если вам конечно это интересно у мадам вы ничего не забыли одеть пипец так много ну все вроде закончились все личности давайте выходим и будем двигаться дальше по квесту отлично здесь теперь нам нужно пообщаться с местным населением я так понимаю или найти и спросить про кириза в деревне руку но дети наверно не знают ладно очень непривычно видеть герлида с такими волосами давайте пообщаемся с цирюльником может быть он подскажет путник и не подстережешь меня волосы уже в глаза лезут нет но видимо что-то он эти назад поменяемся я в общем то уже привык длинные волосы узел на затылке конский хвост остальное сборить длинные распущены волосы так ну-ка вот такой вариант попробуем давайте сегодня поиграем sims буквально ой не мне так не нравится я хочу изменить прическу так 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 ну давайте вот это попробуем так а можем мы как-то повернуться ну а давайте бороду подстрижем так коротко подстричь давайте вот это сделаем так ну что пока нет но это тоже вариант что-то мне не очень нравится с бородой ты все нормально а вот с волосами давайте еще посмотрим какие варианты есть распущенные узел на затылке коротко сверху конский хвост сзади ну вот этот давайте попробуем не знаю хочется вернуть так как было в самом начале а вот этот похоже то что нужно ну ладно мы поэкспериментировали и нормально ладно давайте дальше побегом поспрашиваем ну ладно извини чувак давайте дальше побежим может быть нам как-нибудь покажут она в курсе должна быть ну-ка что за гости я ищу девушку кирис я ищу терис дочь ярла анкрайд ты с ней чуть-чуть разминулся она недавно тут была пока куда поехала пошла она же про ярла нашего расспрашивала про детство его вот я и отправила ее к беркторе с эриком а кто это такие а это что за люди многие годы водил дружбу со старым ярлы а тот помог ему добыть руку беркторе они живут на восточном конце деревни ну спасибо спасибо так нам куда-то сюда нужно забежать это понимаю рыбак блин нет куда-то мы не туда бежим чё за фигня давайте с рыбаком поговорим прости что помешал надо чего только он не рыбак а рыбажор я ищу кирис спасибо но время не ждет я ищу девушку по имени кирис кирис ночь крах анкрайда она была здесь но что-то давно я ее не видел прощай спасибо так вот здесь вот еще кто то есть вот она бертога я кое-кому ищу так это ты удачно зашел у меня правда занята но вокруг столько девок красивых я ищу кирис давайте-ка мы спросим и где все красавицы и где твои красавицы может какая-нибудь согласится показать мне остров ну есть например вейя дочка бондаря хотя нет у нее зубы кривые вот дебора другое дело у нее зубки прямые как по ниточке зато бородавка под правым глазом вот еще моя личико мечта только на правую ножку прихрамывает холера так подумать все девки наши не так уж и хороши я ищу кирис я ищу кирис хм эту худющую глаза у нее конечно как у серны да и рода знатного а все же замухрышка я не знаю где она ее отец ай да пускай старый крах не беспокоится девка со скеллиги на родных островах не пропадет ну ладно ладно была она тут пару часов назад пошла поговорить с эриком моим мужем они на берегу наверное с той стороны острова спасибо будь здорова удачи в поисках странная тетка какая-то очень подозрительно так нам надо двигаться дальше так не знаю на лошади может быть поедем давайте на лошади потому что там 150 метров надо проехать давай давайте разгонимся вау так явно вот сюда по дороге отлично давай газу ага вот где то здесь они должны быть опачки так ну с этими ребятами мы разобрались мы и сидел на скале и звал на помощь а если б я тебя не предупредил годился бы ты сейчас только на приманку для трески мне нужна помощь спасибо за помощь ну раз уж ты мне один раз помог может и еще поможешь надо подумать мне рыбу ловить надо сеть и чинить не до битв мне сейчас с чудищами я не об утопцах я ищу терис породистая девушка сразу видно что не из простого рода была она здесь только потом я поплыл утренние сети снимать куда она пошла она говорила куда собирается жопа бы я не сказал но мы же друг за другая головой рисковали она пошла в старый дом удали река это на холме так а о чем она спрашивала зачем она сюда пришла она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям она про ярла нашего спрашивала и про его семью так ну что спасибо спасибо прощай давайте соберем аксессуары помедитируем до утреца обостановим силы так ну и будем двигаться дальше так куда нам идти то по карте давайте посмотрим вот сюда спранник богов прикольно ну давайте поедем туда так вот этот рыбачок здесь ходит нам назад нужно да мы поехали назад давай трогай давайте давайте газку прибавим нам теперь сюда давай 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 плотва не тупи латвишка латвишка что ж ты тупишь солнышко моя оу кто-то там дерется погоди плотва погоди плотва а мы поехали дальше по крыше на лошади я еще не ездил давайте попробуем спрыгнуть вниз так так ну-ка позовем лошадь нет видимо нет не получится у нас ничего с лошадью в этот раз и а вот в этот раз она идет ну ладно мы там уже пробежим здесь чуть-чуть осталось 60 метров с какой-то поместье позовем лошадь сюда сами поднимемся я чуть не свалился е-мое так так поискать используя ведьмачье чутье ну давайте поищем опа следы свежие слова например что-то здесь не так так что-то здесь не так там какое-то чудовище было перес она потеряла сознание надо ее вытащить надо но я боюсь что это будет не так просто потому что здесь какое-то чудовище явно что случилось где тебя огрели чем-то тяжелым что ты тут делаешь ищу тебя краха тебе беспокоиться я заберу тебя домой я никуда не поеду пока не помогу удалить где меч я должна вернуться за мечом никуда ты не пойдешь ты едва пришла в себя я должна ты должна объяснить мне что тут происходит но зачем ты вошла в дом зачем ты туда влезла я хотела помочь удалить он конечно странно себя ведет но сомневаюсь что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет если я принесу меч поможет при чем здесь этот меч и при чем здесь меч это брокер родовой меч клана удальвика он нужен мне чтобы снять с ярла проклятие проклятие это долгая история это долгая история много лет назад удальвик поссорился из-за этого меча с братом обычай велит чтобы родовой меч отошел первородному сыну то есть удальвику но отец отдал брокер младшему сыну в ваших краях это серьезное оскорбление настолько что удальвик нарушил священный закон скеллиге открыто выступил против воли отца надо думать старый ярлы то так просто не оставил удаливик просидел три дня прикованным к столбу по пояс в морской воде когда наказание закончилось они с Аки отправились ловить рыбу и что там произошло этот поход кончился скверно предчувствие тебя не обманывает налетела буря и Аки упал в воду удальвик был занят парусами и не слышал брата до тех пор пока не стало слишком поздно не слышал или не захотел услышать этим же вопросом задается большинство людей на острове но вслух об этом не говорят что ты хотел сделать с мечом что ты собиралась сделать с мечом я подумала что дух его брата хочет вернуть клинок дух брата? сколько я себя помню люди считают удальвика избранным мол с ним говорят боги раньше я в это верила но теперь когда присмотрелась я думаю что его преследует его умерший брат откуда такой вывод? смелая мысль ты не нарушаешь этим каких нибудь местных законов мне плевать я не верю что это боги ты его видел? он же весь в шрамах я думал что это следы битв если его душевные страдания можно назвать битвами то да сам он говорит что голоса велят ему увечить себя во славу богов но мне кажется боги тут ни при чем это все Акки так думаешь Акки хочет отомстить у Дальрик значит ты думаешь Акки хочет отомстить потому что у Дальрик позволил ему умереть я говорила с Хьортом он клянется что у Дальрик не слышал голосов до смерти Акки Хьорт вряд ли ошибается он знал обоих братьев с колыбели может если отдать Акки меч Броквар он оставит у Дальрика в покое? идея хорошая если все дело в духе на что то у меня не складывается что? ты сказала что Акки утонул а призрак обитает в этом доме может потому что они оба здесь жили? спасибо за помощь Геральт но я должна вернуться за мечом ага и речи быть не может я сам за ним пойду правда? спасибо ну тогда я пойду куда Льрику исключено ты едва держишься на ногах подожди меня здесь и пойдем вместе так и так нам нужно найти меч Броквар давайте его поищем где бы нам его поискать здесь какой-то сундук бутылка воды еще одна бутылка так ну кстати здесь вот бревно по башке ее стукнуло может быть здесь что-нибудь есть блюда нет здесь ничего нет нет ни следов ничего давайте попробуем на улицу выйти о вот смотрите подпол есть еще здесь тоже ничего нет давайте вниз спустимся нужен ключ сошибись сделать это невозможно где искать ключ факел давайте попробуем поджечь нет 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 так а давайте-ка попробуем вот эту штуку поджечь может быть это что-то даст нет она не горит может быть здесь где-нибудь что-нибудь есть в печке нет ну вроде как все обыскали с вами странно нет ничего не горит не понимаю как же нам его найти-то найти меч опа смотрите-ка ключ отлично давайте возьмем и спустимся с вами в подвал так отлично ну открывай почему ты не хочешь открывать походу это бак какой-то закрыто блин чё за фигня ну открыли открыть ну что давайте аккуратненько спустимся так чтобы не разбиться так что у нас здесь непонятно что да давайте возьмем квен давайте возьмем факел зажим факел чтоб поярче было и попробуем что-нибудь поискать вижу свечка сохранимся на всякий случай так так я сейчас чувствую это еще что будет битва так так ну давайте вылетим где она у нас вот она у нас давайте с ней пообщаемся да да пойдем нашел но веди ну пойдем культику что я слышала вы из-за чего-то поссорились или из-за кого-то и о той истории с йеннифер это давно было еще до того как крах встретил твою маму но вы с йеннифер уже были знакомы с йен всегда все было непросто а что в ней такое что тебя к ней притягивает не знаю может мне просто никогда не нравились легкие пути ну чувак охотится ну мы уже почти прибежали давайте фагел потушим и добежим до конца с кэрис мне кажется сейчас тот призрак еще что даст о себе знать нападет на нас может быть его нужно было кокнуть не знаю посмотрим а где йеннифер не знаю что такое да вот любопытно она что прямо так тебя отпустила что значит отпустила ничего ничего просто мне кажется она не любит опускать тебя из виду о вот они ну че привет пацаны там ребенок какой-то лежит свежий воздух пойдет тебе на пользу боги будут недовольны яру это наши гости помнишь так что случилось что случилось что случилось с твоей рукой я пожертвовал ее богам прости яру геральт еще плохо знает наши обычаи на скеллиге мы близки к богам и чем ты ближе тем больше жертвы приходится приносить мы верим что самое большое что человек может отдать это собственная боль и страдание жесткие у вас верования это дар а не жертва относительно голосов те голоса которые ты слышишь голоса богов это касается твоего брата возможно голоса связаны с твоим умершим братом я рассказала геральту про акки мы пришли к выводу что что боди опечален на его гибели поэтому нужно попросить у него прощения я я не хотел акки упал в воду я боги разгневаются не бойся я помогу тебе я обещаю я сделаю все что в моих силах чтобы не разгневать послушай ведьмака аяру боги наверняка желают чтобы ты примирился с акки мой ребенок мелкий каждого я должен сделать ты помнишь в каком месте акки упал в воду у восточной оконечности острова недалеко от входа в залив нас снесло под иглу улулы это опасное место водоворота утягивают там по несколько людей в год мы отправимся туда чтобы дух акки обрел покой нужно вернуть броквар его владельцу нет 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 боги боги будут в гневе я чувствую это яру не страшись боги любят тебя наверняка они хотят этого может будет достаточно если я сплаваю туда один в конце концов не важно чьими руками ты вернешь меч ваке было при себе что-то пример что-то что сохранилось под водой до сих пор да родовой перстень пожалуй этого достаточно я поплыву ну круто как всегда нам приходится все делать в одиночку ну поплыли что делать то какие то как и так вот здесь вот у нас лодочка есть сейчас мы туда сядем и поплывем красота погода хорошая так давайте забираемся глянем куда нам плыть здесь кстати недалеко поехали так давайте выдвигаемся так ну куда-то сюда я смотрю там утопцы утопцы нам особо не нужны правда у них там наверное гнездо какое-нибудь так а вот сюда нам нужно спрятанное сокровище нужно быть здесь так и что сделать положить броквар среди костей акки ну давайте попробуем ах ты боже ж мой иди сюда сволочь на тебя готова ну там еще одна смотрите-ка иди сюда чмошница блин как я их не люблю так вот там вот я вижу так вот там вот я вижу лежит что за смотрите-ка красное ну нам нужно вот с этой штукой разобраться так ушла под воду отлично давай вылезай сволочуга ах ты гад куда куда ага все можно прыгать давайте прыгаем давайте прыгаем вот тут вот что-то есть так вернуться ну давайте вернемся здесь кстати тоже что-то есть сплывам сплываем давай 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 быстрей смотрим дало это что-то будет или нет пора возвращаться куда-либо да пора но я думаю что надо еще за сокровищами заехать раз уж мы здесь находимся ну вот этих ребят попробуем сейчас заканифолить ну давай всплывай ну ах ты гадина так где-то здесь сокровища должны быть опачки записка давайте-ка прочтем место отмечено кривой мачты но какой попала дурак сокровища не найдет отлично так давайте-ка разберемся с этими ребятами так кривая мачта здесь вроде больше ничего нету иди сюда все здесь больше нет еще с них собрать только еще останки всякие да все собрали отлично давайте убираться отсюда на наши лачонки давай вылезай и дружище садись на лодку чем проблема то вот так вот давай назад сдавай назад о отлично ну что давайте посмотрим на карту мы можем сюда портнуться давайте портнемся вот мы уже на месте рядом с рубачком давайте на пристань выйдем где-нибудь здесь лодочку запаркуем ну как-то так давай вылезай так щитница нам надо наверх подниматься давайте пойдем наверх вот сюда привет цирюльник привет старушка о о чувствуем мы опоздали что происходит что происходит удалить голоса велели ему выколоть себе глаз что зачем ты это сделал такова была воля богов это жертва за таки когда боги обратились к тебе когда с тобой говорили боги сразу как я отплыл вскоре после этого меня одолела дремота я лег тогда они объявили мне свою волю они всегда обращаются к тебе когда ты спишь всегда и что ты тогда видишь они призывали тебя в какое-то конкретное место в мой старый дом они велят мне зажечь факел и говорят из тени что именно сказали боги чего именно хотели боги ты помнишь что они тебе сказали они были в гневе голос сказал ничтожный человек ты не помог акке а теперь не поплыл молить о прощении выколи себе глаз страдай и скорби за все зло которое ты совершил так ты их видел когда нибудь боги когда нибудь открывали тебе свой облик или ты всегда видишь только тени однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел тогда я увидел неясный силуэт сидящий в тени боги не любят света ты сказал что боги обращаются к тебе из тени поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет в моих снах иногда я вижу их силуэты когда факелы горят достаточно ярко это великая честь видеть богов может если бы в доме было светлее ты видел бы их и наяву обычные люди не достойны смотреть на них так они всегда требуют их страданий будешь ждут от тебя только страдания только она и мы мило потому они хотят его все больше так кирис нам надо поговорить его преследует не дух брата я вернул меч но ничего не изменилось так что с ним мы можем поговорить где-нибудь наедине пойдем в комнату для гостей круто ну так что это хим существо которое появилось после сопряжения сфер он присасывается к человеку который совершил низкий поступок годами он жирует на его боли подпитывает угрызения совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья звучит не весело его можно как-нибудь одолеть теоретически есть два способа можно попробовать его обмануть хима вроде бы можно обмануть нужно притвориться что делает что-то ужасное когда он перепрыгнет на новую жертву когда хим поймет что его обманули ему придется выйти надо попробовать я не знаю никого у кого бы это получилось может никто не смог придумать подходящую ложь а какой второй способ ведьмачьи бестиарий говорят что нужно провести ночь в логове хима вместе с его жертвой то есть в проклятом доме место скверное но ты должно быть ночевал в местах и похуже одной ночевкой дело не обойдется нужно как-то выманить хима он должен выйти из тени показать себя только тогда можно будет его ранить и наверняка он захочет с нами рассчитаться ты видела удальрика это будет нелегкий бой я знаю что ты сомневаешься но давай хотя бы попробуем обмануть хима это может оказаться не так просто впрочем оба способа не идеальны то есть так но удальрик может не выжить удальрик может не выдержать целую ночь в логове хима ты думаешь что хим захочет его убить? нет, он не станет убивать кормильца но Яру истощен дом вызывает у него болезненные воспоминания а хим попытается вытянуть все что сможет и чем больше боли он причинит удальрику тем сильнее станет и тем опаснее для тебя а что другой способ? так химу очень трудно обмануть хим демон а их очень трудно провести к тому же обманщик не должен знать что обманывает как это? хим цепляется к человеку совершившему какой-то низкий поступок возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями если обманщик уверен что не совершил ничего дурного хим это почует то есть если одному из нас придет в голову мысль что делать он не сможет рассказать о плане другому так? иначе ничего не выйдет именно оба способа кажутся мне рискованными но я по прежнему думаю что надо прибегнуть к обману не знаю я не уверен только не говори что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер если мы ничего не придумаем ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи так хорошо попробуем хитрость а пытка не пытка хорошее решение единственное место где мы можем что-то сделать это логово хима проклятый дом ну веди пойдем сразу не стоит медлить так сейчас будут разборки я так чувствую так у нас новый уровень так обыскать дом и найти способ избавиться от хима ну что давайте поищем вот смотрите-ка печка красным горит изящная работа должна быть печника приглашали с большой земли отлично но это не то что нам нужно найти здесь еще посмотрим опа цели нет это невозможно зараза морок отпугнуть меня хочешь это хорошо значит боишься круто так тут смотрите-ка что то есть зеркало должно быть удалить боялся увидеть хима за спиной так отлично давайте дальше колыбельная колыбельная старая колыбель наверно тут спал маленький удалерик или акте так что там ну что ну что ну что ну надо спросить ее ну что ну что да что ну что ну что ну что ну что ну что Ну чего? Че ты придумала-то? Ты придумала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. Ну давай, рассказывай. Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Я тебе верю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Да, начнем. Я готов. Хорошо, я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Не вопрос. Несколько часов спустя. О, бог мой. Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком. Отдай мне ребенка. Клади его в печь. Давай же. Положить в печь. Жизнь какая-то. Что это за хрень была? Вот он, морок. Зачем? Клади его в печь. Круто. Походу, мы обманули. Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния. Только облегчение. Ты попался. Уходи. Крутотянски. Все кончено. Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый, не вредим, Хим исчез, ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Как-то странно он отреагировал. У меня в голове вихрь, будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Успокойся, это пройдет. Растерянно, успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Ну не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Может, глупости не делай, а то сейчас в сумму убьешься. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Да, это действительно лучше. Что ты собираешься делать? Разумно. А потом, что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверю, что с ним все в порядке. А ты останешься на спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Так что с ней не так? Да что, то тебе до Йеннифер. Ты который раз про нее вспоминаешь. Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со скейлиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. А ты храбрый. Поверил мне, незнакомой девушке. Не каждый на такое решится. Только не рассказывай об этом по всем островам. Не хочу прослыть под каблучником. До свидания, Геральт. До свидания. Так, ну все. Это задание мы с вами выполнили. Я, честно говоря, думал, что мы ее должны будем вернуть, но мы ее не вернули. Давайте посмотрим, что нам написали про персонажей. Так. Все, больше нет ничего. Больше ничего нет. Окей. И у нас новые умения были. Давайте тоже улучшим. Так, здесь, 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 здесь. Так, у нас открылась на дно новая ячейка. Надо нам что-то новое с вами открывать. Что же мы будем с вами открывать-то? Даже и не знаю. Давайте пока спешить не будем. Оставим на потом выбор. Вот этот можно, в принципе, выбрать. Можно еще что-нибудь. Можно верную руку. Отравленные клинки. Давайте, наверное, вот этот выберем. Окей. Вот этот сюда перенесем. А вот этот сюда. И здоровье у нас еще увеличилось. Все отлично. Класс. На этом мы с вами прощаемся. Продолжим в следующий раз. Приходите еще. Нас ждет много всего интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok